Уважаемые коллеги, мне, наверное, проще всех, потому что то, о чем я буду рассказывать, на мой взгляд, на сегодняшний день не может как бы оспариваться и является однозначным, что чем менее инвазивный метод мы используем, тем, естественно, больше выиграют наши пациенты. Ну, на сегодняшний день, проезжая по Америке, можно часто встретить вот такие вот баннеры, на которых написано о том, что, по сути, малоинвазивные методы лечения, в частности, конечно же, в Соединенных Штатах Америки, это роботизированные методики, это наше всё на сегодняшний день, и зазывают в свои центры для лечения. В качестве эпиграфа я бы хотел взять другой немножко баннер, что жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай быстротечен, опыт ненадёжен, суждение трудно. И вот всех вот этих вот жизненных перипетиях я постараюсь уложить те материалы, ту тему, о которой мы сегодня говорим. Жизнь коротка, и мы должны уметь её оценивать. Что же мы оцениваем в своей деятельности хирургической, вот именно хирургов-онкологов? Конечно, прежде всего, это онкологические результаты. Второе немаловажное – это те осложнения, которые мы получаем вследствие своей работы. Ну и немаловажный на сегодняшний момент – это экономический эффект, что тоже становится для нас чрезвычайно важным, потому что, конечно, без определенных финансовых вложений современной технологии они невозможны. Чем же достигаются вот эти вот критерии оценки, благодаря чему мы их реализуем и улучшаем их качество? Это, во всяком случае, в хирургической технике – это визуализация операционного поля. Крайне важный фактор для того, чтобы качественно выполнить оперативное вмешательство. Мы должны хорошо видеть то, что делаем. Возможности гемостаза. На самом деле, раньше я не задумывался при открытой хирургии, а можно ли сделать гемостаз лучше. Не просто потому, что ты работаешь лучше, а потому что техника, которая есть в твоих руках, она делает операцию менее кровоточивой. И с появлением малоинвазивных медов такие возможности появились, об этом я скажу ниже. Минимальное повреждение передней брюшной стенки. Важно это? На самом деле, чрезвычайно важно. Во-первых, это, конечно, косметический эффект, который на самом деле, на мой взгляд, является самым последним плюсом малоинвазивных методов, хотя всегда он приводится на первом месте, и для абсолютного большинства пациентов это стоит в главе угла. Если бы только эта позиция, косметический эффект, была в плюсах лапароскопической техники или малоинвазивной техники, она бы никогда не завоевала своего места в хирургии. Но, тем не менее, степень повреждения брюшной стенки, в частности, является чрезвычайно важным моментом и с позиции функциональной состоятельности желудочно-кишечного тракта после операции, и, опять же, это ниже покажу, и, естественно, как развитие различных грыш и фазомиофасциальных дефектов после оперативного вмешательства, что меняет жизнь часто пациентов достаточно в худшую сторону, снижая значительно качество жизни. Они ходят по хирургам и продолжаются, выполняют дополнительные серьезные хирургические вмешательства для того, чтобы исправить те самые дефекты передней брюшной стенки. И еще один немаловажный момент – это эргономика. Насколько нам с вами удобно работать за столом. Это тоже, на мой взгляд, очень важно. Во-первых, потому что от этого зависит, как качественно мы выполним хирургическое вмешательство, ну и, во-вторых, от этого зависит наше с вами здоровье. Я буду использовать не только данные литературы и наши результаты, потому что на сегодняшний день мы уже обладаем небольшим опытом. Но, в частности, результаты, которые мы на сегодняшний день проанализировали, это 32 операции лапароскопическим доступом, 9 промежуточных вмешательств были обучающие. Мы сначала обучаемые, учились, выполняли цистоктомию лапароскопически, затем изменить доступ, делали пластику, кишечную пластику, в частности, формировали или кондуит. Я сразу скажу, с тем, что мы имеем на сегодняшний день опыт, промежуточный вот этот вот этап, может быть, действительно, как обучающий, он и имеет право на жизнь. Но в повседневной практике на сегодняшний день, мне кажется, это нецелесообразно. Выполнить изменение доступа, адекватную кишечную пластику, чрезвычайно сложно, особенно у пациентов с избыточной массой тела, это превращается либо в технический ад, либо приводит к расширению доступа достаточно, ну, до типичного. И говорить о менее доступе, наверное, при этом не приходится. Ну и мы сравнивали с теми 32 пациентами, которые ранее у нас оперировались открытым доступом по поводу рака мочевого пузыря. Но вот сразу сказать, что, конечно, это неправомощные для сравнения группы, они не подразумевались никакой селекции. По сути, это банальный, альтерспективный анализ той работы, которую мы проводили в прошлые годы. То есть здесь никакой, даже признаков какой-либо рандомизации этих пациентов нет. Экономический эффект. Ну, об этом уже Сергей Борисович говорил, но, в принципе, все считают, что открытая хирургия дешево. Да, дешево, если шить дешевыми нитками, да, дешево, если использовать дешевые инструменты. Но мы прекрасно понимаем, чем это все заканчивается. Это заканчивается плохими результатами нашей оперативной деятельности, высокой частотой осложнений. Понятно, что сформировать адекватный кишечный резервуар обычными старыми нитками, которые разваливались порой в руках, это невозможно. Плюс они чаще всего не рассасывающиеся, они принципиально не могут быть использованы для подобных вмешательств. Естественно, если выполнять открытую цистектомию современным оборудованием, современным шовным материалом, современными инструментами, то ее стоимость будет не намного ниже, чем стоимость лапароскопического или эндоскопического любого вмешательства. Но при этом, если оценивать все лечение, что мы никогда на сегодняшний день не оцениваем, и это практически в реальной жизни не берется в расчет, не берется в расчет, что пациент лежит в стационаре, что он занимает койку, что его кормят, обогревают, стирают белье и так далее. Это у нас как бы как само разумеющееся, естественно, доставшееся нам наследствие с прошлой жизни. Но сегодня мы все равно начинаем все активнее считать деньги. И понятно, что это становится важным. Так вот, если брать все лечение, то лапароскопические методы, малоинвазивные методы, они оказываются, в общем-то, дешевле, чем открытая хирургия, именно за счет того, что послеоперационный период он и короче, и самое главное, он легче, он требует меньше внимания со стороны врачей, и он требует меньше лечения и финансовых затрат по сравнению с открытой хирургией. Онкологические результаты для нас, конечно, это самый принципиальный момент. Мне кажется, что при всем нашем активном обсуждении, где же онкологические результаты лучше, при лапароскопии или там роботизированной технике, или при открытой хирургии, в общем-то, всегда натянутые и вымученные, потому что понятно, что никакой разницы нет, каким инструментом стоит свой храм. Его можно вырубить топором без единого гвоздя, и он будет стоять многие годы, столетия, и удивлять потомков. А можно строить современные панельные здания, используя все технологии, которые мы вынуждены через короткое время сносить и строить заново. Поэтому и здесь также никакой разницы нет, как мы оперируем. Открыто эндоскопически на роботе. Конечно, самое главное, это человеческий фактор, и второе, конечно же, опыт. Много работ, которые подтверждают эти данные. Ну, вот сейчас небольшая работа, которая, говорит, сравнивала пятилетнюю выживаемость у пациентов с лапароскопической открытой цистоктомией. Никакой разницы в общей безрецидивной выживаемости здесь не подтвердили. Большой достаточно метаанализ, наверное, один из самых крупных на сегодняшний день, который включил в себя 7 ретроспективных, 9 перспективных исследований, сравнивающих лапароскопический и малоинвазивный, еще раз скажу, и открытую хирургию при раке мочевого пузыря. 1165 больных в него вошло. И только, по сути, по морфологическим критериям, причем в пользу малоинвазивных методов, были преимущества по выявлению хипоизидивного хирургического края. Он реже выявлялся при малоинвазивных методах лечения. Удаленные лимфоузны, число удаленных лимфоузлов, частота местных рецидивов, коррективные выживаемости статистически не различались у пациентов с различными видами хирургического вмешательства. Но мы сегодня показали, что действительно реально выполнить вот такую вот лимфоденоктомию. Когда я год назад увидел этот слайд, эту картинку в журнале, причем китайских коллег, я этому не поверил, я думал, что это сделать нельзя, потому что и мы так не делали. Но действительно, приобретая опыт и ставя перед собой определенную задачу и цель, вы еще раз повторяю, сегодня это видели, подобную цистектомию можно выполнить. Показывая этот слайд, на обществе урологов был единственный комментарий, это полный армагеддон и зачем это надо делать. Но сегодня уже показано, что все-таки максимальное удаление лимфатических узлов не только позволяет нам адекватно стадировать заболевание, но и приводит, в общем-то, к улучшению выживаемости этих пациентов. Ну вот наши данные, мы сравнили число удаленных лимфатических узлов, и видно, что при накоплении опыта, в принципе, и лапароскопический доступ по числу удаленных лимфоузлов нисколько не уступает объему удаленных при открытой цистокомии. То же самое, в общем-то, каких-то значимых различий в позитивном хирургическом крае мы не выявили. Уровень кровопотери однозначно он меньше при лапароскопических малоинвазивных вмешательствах, и более подробно я меньше скажу, как в нашей серии пациентов, так и, в общем-то, в том метаанализе, о котором я сегодня в основном и говорю. Число гемотрансфузий. Очень важный фактор. На сегодняшний день показано, что пациенты, которым проводилась гемотрансфузия, имеют худшую онкологическую выживаемость по сравнению с тем, кому подобная манипуляция не проводилась. При этом даже на сегодняшний день еще более глубоко показали, что те пациенты, кому проводится гемотрансфузия непосредственно, интрооперационно, имеют общую выживаемость хуже, чем те, которые имели кровезамещение в послеоперационном периоде. То есть если вы переливаете кровь непосредственно в операции, то прогнозы этого пациента будут достоверно хуже, чем если будет кровь перелита в отделении уже послеоперационном. Понятно, что здесь имеет влияние не столько сам факт, может быть, и гемотрансфузии, сколько то, что, конечно, в операционной переливается кровь тем пациентам, у кого есть острая кровопотеря, а она чаще всего обусловлена распространенностью опухолевого процесса, что требует более агрессивного хирургического вмешательства. Инфекционные осложнения. Достоверно выше в группе пациентов при открытой хирургии, при эндоскопических методах, при малоинвазивных методах лечения инфекционные осложнения как в целом, так и по ряду позиций достоверно лучше в пользу малоинвазивной хирургии. Боль. Конечно, послеоперационный болевой синдром значительно менее выражен у пациентов с малоинвазивными методами лечения. В частности, использование наркотических анальгетиков было достоверно ниже у этой группы пациентов. Функция кишечника – это самая большая проблема открытой хирургии рака мочевого пузыря. Я уже говорил, что несколько лет назад даже одна цистектомия в неделю могла лихорадить всё отделение ещё не одну, а то и две и три недели, потому что порой дождаться адекватной функции кишечника нужно было 5, 6, 7, 8 дней. При лапарскопической технике, которую мы сейчас активно внедрили, такие проблемы стали значительно меньше. И даже на прошлой неделе три цистектомии, они не заставили отделения переходить в какой-то эстренный режим работы. Поэтому, по нашим данным, перистальтика практически на первые сутки отмечается у всех пациентов после лапарскопической цистектомии. Переводится на обычный стол вдвое быстрее. Для этих пациентов это очень важно. Они начинают нормально питаться уже через 6 дней после операции. Это нормальное питание, это на обычный стол, который был до операции. При этом их можно начинать кормить, и мы начинаем их на сегодняшний день кормить по сути со вторых суток. И особенно для пациентов с избыточной массой тела и с сахарным диабетом, особенно инсулинзависимым диабетом, это является принципиально важным, потому что мы можем адекватно коррегировать сахар у пациентов, которые начинают нормальное пероральное питание. Время отхождения газов, опять же, наступает значительно раньше. Появление самостоятельного стула, опять же, практически вдвое раньше у пациентов, которым проводилась лапарскопическая цистектомия. Ну и восстановление функции кишечника в том метаанализе, который я приводил, наступает значительно раньше у той же группы пациентов. Радикальная простатектомия, ну здесь вот как раз об опыте. То, что я уже говорил. Понятно, что чем больше опыт, тем будут лучше результаты. Ну, в частности, вот в этой работе оценивали, сколько же нужно сделать лапарскопических радикальных простатектомий, чтобы снизить риск даже рецидива заболеваний. Видно, что при максимальном опыте, естественно, и риск рецидива меньше, и, естественно, и число осложнений. То же касается и рака почки, и таких работ для рака мочевого пузыря я не видел. Но, во всяком случае, вот то, что мы посчитали, разбив первые 10, 11 и еще 11 лапарскопических цистоктомий по времени, то видно, что по времени, затраченную на операцию, конечно, имеется достаточно большой прогресс. И если по длительности самой лапарскопической цистоктомии с лимфоаденоктомией, такой прогресс, в общем-то, минимален, потому что определенный опыт уже был за плечами. И здесь, в основном, на сегодняшний день зависит все от распространения, еще раз повторю, процесса. И чем больше, тем больше, естественно, времени нужно, потому что возникают различные технические сложности. То отработать и снизить время до минимума при кишечной этапе – это весьма посильная задача. И на сегодняшний день мы, по сути, даже на опыте 40 операций снизили практически вдвое, выполняя, в общем-то, за 150 минут в среднем весь кишечный этап или кондунити по брикерам. Теперь о тех возможностях лапарскопии, которые позволяют нам достигать таких результатов. Во-первых, это визуализация операционного поля. При лапарскопии она лучше, чем при открытой хирургии. За счет высокой освещенности. Такой освещенности нельзя достичь при открытой хирургии, потому что всегда мешает голова, рука и так далее, несмотря даже на современные осветительные приборы. Мешают не только органы хирургов, но мешают органы самого пациента, потому что не всегда можно доставить этот источник света к той зоне, которая необходима. Возможности увеличения. Вы можете на сегодняшний день на роботе безгранично увеличивать то поле, которое оперируете. Использование разных углов зрения при использовании одного или другого вида оптики позволяет максимально сделать удобным изображение для работы. И часто те пространства, которые для нас при открытой хирургии являются мертвыми, в частности, например, пространство между мочевым пузырем и прямой кишкой, и часто при цистоктомии, особенно у тучных пациентов, мы, по сути, работаем слепую, накладывая тот же самый зажим легошу, только под контролем пальцев, то здесь вся работа происходит, по сути, при визуализации. Именно поэтому мы, в том числе, имеем и более низкую кровопотерю. На сегодняшний день есть все возможности максимально улучшить качество того, что мы видим. И сегодняшний стандарт – это 3D в высоком HD изображении, который представляет ряд компаний. По сути, все ведущие лидеры производства этого оборудования на сегодняшний день выпустили 3D-стойки с высококачественным видеоизображением. И понятно, что если раньше это был какой-то тяжелый большой шлем, который, в общем-то, наверное, в течение 4-5-6 часов достаточно трудно держать на голове, то на сегодняшний день обычные очки позволяют видеть высококачественное, еще раз повторяю, 3D-изображение. Кажется, не так много преимуществ. И многие пишут на сегодняшний день о том, что 3D-изображение не столь сильно влияет на само качество операции и на число осложнений, но поработав в 3D, ты не хочешь возвращаться уже на двухмерные изображения, потому что понимаешь, насколько проще сама работа и насколько легче восприятие того, что ты видишь. Гемостаз – вот то, о чем мы уже говорили. Во-первых, мы имеем большой спектр различных лигирующих аппаратур. Это и биполяр, это и лигашу, это и гармоник. Но вот наш опыт, мы настолько привыкли к гармонику, что в принципе никаким другим инструментом мы не работаем. Вот сегодняшняя операция выполнена только гармоническим скальпелем. Этого было достаточно, чтобы пересечь и легировать все сосуды ножек мочевого пузыря. Какие же дает преимущество сама лапароскопия? Это высокое давление в полости. Само давление снижает объем кровопотери. И вот Андрей Иванович говорил, что достаточно поднять, например, до 20 давление при радикальной простатой к томе, и дорзальный комплекс можно уже легировать биполяром без особой кровопотери. То есть это дает те возможности, которые открытой хирургии не может дать. Хорошая визуализация, то, что мы уже обсудили. Качественная работа отсоса. Отсос не только создает высокий вакуум, но еще и то давление, которое из брюшной в полости, помогает эвакуировать ту кровь, которая выбрасывается из сосуда, тем самым значительно облегчается визуализация зоны кровотечения. И активная профилактика непосредственно в самой диссекции. Потому что, используя, например, тот же самый ультразвуковой диссектор, мы используем на всех этапах рассечения ткани. Мы нигде не рассекаем без гемостаза. Поэтому, конечно, объем кровопотери у этих пациентов значительно меньше. Эргономичность. Когда мы начинали лапароскопию, мы всегда говорили, что вроде как лапароскопия, она малоэргономична. Тяжело стоять, руки подняты. Но на самом деле эргономичность включает намного больше параметров. И если представить себе открытую хирургию, мне кажется, это то, что наименее эргономично на сегодняшний день. Как минимум три хирурга, как минимум шесть рук в этом операционном поле. Для того, чтобы их туда поместить, нужно делать достаточно большой разрез. Вот для чего нужен был раньше хирургам большой разрез. Большой хирург, большой разрез – это поговорка, которая на сегодняшний день, наверное, с развитием малоинвазивных методов, наверное, умерла, надеюсь. Большое количество инструментов. По сути, сегодняшняя цистоктомия была выполнена тремя зажимами, одним гармоническим скальпелем, двумя иглодержателями, всё. Ну, порты ещё, которые мы устанавливали. То есть объём того хирургического инструментария, который используется при лапароскопии, на самом деле значительно меньше, чем при открытой хирургии. Поэтому, конечно, эргономичность самого процесса, она намного выше. И, конечно, она доведена, наверное, до какого-то совершенства при роботической технике, потому что созданы инструменты с высокой степенью свободы, позволяющие, по сути, имитировать работу рук хирурга в маленьком объёме пространства. Тем не менее, при всех своих плюсах это достаточно тяжёлая и сложная всё-таки хирургия. И надо понимать, что этому надо учиться, и, конечно, выполнить лапароскопическую цистоктомию просто так сразу, перейдя с открытой, невозможно. И вот те данные Соединённых Штатов, где были оценены 43 тысячи пациентов, которые по поводу рака мочевого пузыря перенесли радикальную цистоктомию, из них только двум тысячам было выполнено это вмешательство малоинвазивным доступом, это в период с 2005 по 2010 год. Но, однако, конечно, прогресс есть. Если в 2005 выполнялось только 1% пациентов малоинвазивно этого вмешательства, то в 2010 уже 10%, но всё равно всего лишь 10% на сегодняшний день, по сути, получает это оперативное вмешательство при всех своих выгодах малоинвазивно. Что меня очень удивило, что на самом деле, что тормозит развитие, тормозит развитие, наш большой опыт, который на самом деле не играет, играет как раз злую шутку с нами, затормаживая развитие лапароскопической техники. Молодые хирурги быстрее гораздо вводевают новыми лапароскопическими навыками, чем старшие коллеги. И лапароскопическую технику нельзя полностью перенести, то есть те приёмы, которые там есть, их нет в открытой хирургии, и поэтому им надо учиться. Имея большой опыт в открытой хирургии, конечно, трудно отказаться от того, что есть, и начать учиться заново. Поэтому в конце хотел бы пожелать, что если есть такой удобный случай, начать лапароскопическую хирургию, его нельзя упускать. Спасибо за внимание.